В центре внимания замещающая семья. День открытых дверей в Мишутке. Открытие велосипедного сезона в Десногорске. Итоги волейбольного турнира Кубок Надежды. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Смоленщина в огне. Ежедневно регистрируются десятки новых возгораний. Пал сухой травы опасен не только для домов и хозяйственных построек, но и для всего живого. Вышедшие из-под контроля костры выброшены из окон машин окурки. Результат – полыхает сухая трава, поля и обочины дорог региона окутал дым. Сотрудники МЧС уверены – климат или метеоусловия здесь ни при чём. Основная причина возгорания – беспечность людей или намеренный поджог. При этом поджигатели зачастую уверены, что таким образом помогают разрастись молодой поросли и не задумываются, что в огне и дыму гибнут мелкие животные и насекомые. В МЧС подчеркивают, ежегодно количество весенних палов увеличивается более чем в два раза. И это при том, что виновные в сжигании сухой травы регулярно штрафуются. Суммы – от 1 до 250 тысяч рублей. За пожарной обстановкой в регионе сейчас наблюдают с земли, с воздуха и с космоса. Координационный совет при администрации занимается вопросами семьи, материнства, отцовства и детства. Тема заседания, которое прошло 10 апреля, посвящена замещающей семье. Какие проблемы рассматривали члены совета, мы расскажем в нашем первом сюжете. В Десногорске 66 замещающих семей, в которых воспитываются 73 несовершеннолетних ребёнка. В Координационный совет входят представители органа опеки и попечительства, отдела социальной защиты, сотрудники медицинских учреждений и правоохранительных органов, руководители комитетов по образованию и культуре. Все они осуществляют регулярный комплексный контроль за указанными семьями, следят за соблюдением законных интересов и особенно имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки не только контролируют жизнь детей в приёмных семьях, прежде всего они готовят каждого для совместной комфортной жизни. На протяжении всего времени они оказывают психологическую поддержку всем членам замещающей семьи, стараются привлечь больше семей для устройства детей-сирот и пропагандируют положительный опыт тех, кто успешно воспитывает приёмных детей. На таких заседаниях обязательно присутствуют родители из замещающих семей. Их опыт – самый ценный материал для обмена и корректировки всей системы сопровождения таких семей. Этим летом в Смоленской области планируется, что в летних оздоровительных лагерях отдохнут около 30 тысяч детей. Вопросы организации детского отдыха стали главной темой заседания межведомственной комиссии под руководством заместителя губернатора Смоленской области Оксаны Лободы. Специальные комиссии, в которую входят сотрудники Роспотребнадзора и МЧС, проверяют готовность лагерей к сезону. Вердикт будет вынесен каждому конкретному учреждению. На комиссии подчеркнули, что оздоровительные организации обязаны создать безопасные условия для детей, а также обеспечить работу квалифицированных сотрудников. Этим летом в Смоленской области планируется работа более 260 оздоровительных организаций. 90% из них уже предоставили полный пакет документов с санитарно-эпидемиологическим заключением. Детский садик для ребенка – первое общественное место, в котором он оказывается без опеки своих родных. Не все дети любят детский сад. Но, пойдя в школу, они понимают, каким райским местом был их маленький общий дом. А сегодня малыши только начинают знакомиться с воспитателями и группой. День открытых дверей в детском саду для Десногорска далеко не традиционное мероприятие. Ежегодно они проходят в школах для первоклассников. В детском саду «Мишутка» подготовили для своих будущих воспитанников и их родителей ознакомительную программу. Маленькие гости еще не совсем понимают, куда их привели мамы. А вот для родителей здесь все интересно. Они могут заранее узнать, в каких условиях будут расти и воспитываться их детки. Педагоги подготовили видеопрезентацию о жизни в детском саду. Познакомили с воспитателями. Рассказали, чем будут кормить младшую группу. Показали для родителей мастер-класс на тему развития детей раннего возраста. Провели экскурсию по всему садику. Познакомили со спортивным залом, бассейном, кухней и, конечно же, группой, в которой с начала осени их детки будут проводить по 12 часов ежедневно. Нам все очень понравилось. Мы веселились, бегали, танцевали. Садик, в общем, понравился. Ремонт свежий. Все чисто, красиво, аккуратно. Воспитатели произвели впечатление добрых. Будем ходить. Педагоги уверены, что их воспитанники обязательно полюбят свой новый дом. А родители будут спокойно оставлять своих детей в группе детского сада «Мишутка». Изменения в законодательстве обяжут смоленских предпринимателей перейти на новую контрольно-кассовую технику. Данные обо всех денежных расчетах с 1 июля будут передаваться в налоговые органы в режиме онлайн. Налоговая служба проводит разъяснительную работу для предпринимателей, рассказывает, каким образом можно зарегистрировать новое или модернизировать старое кассовое оборудование. Наличие новой техники является обязательным. За ее отсутствие предусмотрены существенные штрафы. А сейчас немного о спорте. В минувшее воскресенье в Десногорске любители велосипедного вида спорта открыли сезон парадом. Подробности в нашем сюжете. Самый экологичный вид транспорта велосипед в Десногорске очень популярен. Особенно его уважают работники Смоленской атомной станции. По их инициативе в городе создано целое движение, которое организует велопробеги, марафоны и кроссы. Наше велодвижение проводит разного рода мероприятия. Это и велопробеги одного дня, и велопробеги нескольких дней, допустим, с какой-то определенной целью. Может быть, в позапрошлом году мы проводили мероприятие по благоустройству святых источников в 30-километровой зоне расположения атомной станции. Мы посетили тогда семь святых источников, убрали траву, поваленные деревья, покрасили что-то там, сделали. Потом, в этом году у нас планируется тоже большое мероприятие по памятникам эпохи Великой Отечественной войны. В 30-километровой зоне Смоленской атомной станции есть такие места. За памятниками мало кто ухаживает. И мы планируем сделать тоже двух-трехдневный велопробег, посвященный именно этому. В открытии велосезона 2018 приняли участие более 30 любителей активного образа жизни разного возраста. Маршрут велопарада проходил по всем улицам нашего небольшого городка и завершился на излюбленном месте отдыха Десногорца в скалодроме. Здесь участники спортивного мероприятия помогли молодым атомщикам убрать прибрежную территорию водохранилища от мусора, который здесь скопился после отдыхающих. Я постоянно участвую в всех велосипедных движениях, беру с собой сына. К сожалению, жена сегодня с нами не смогла поехать. И попросили помочь убраться. Мы всегда за чистоту, чтобы нам приятно было здесь находиться. Это место, это, как сказать, отличительный знак нашего города. Все гости, которые к нам приезжают в весенний-летний период, они обязательно заезжают на скалодром и хочется, чтобы в нашем городе осталось только положительное впечатление. Мне нравится то, что ребята, энтузиасты, вот Дима Якименко организуют такие мероприятия, опровергая в последнее время, к сожалению, часто существующее мнение о том, что наш город маленький, скучный для молодежи, неинтересный. И мне кажется, что ребята, как раз-таки, организовывая такие мероприятия, показывают, что самое главное в любом месте найти свое призвание, иметь желание заниматься чем-либо интересным. И везде можно найти, чем заняться, чтобы это было полезно городу и себе. Завершилось спортивное мероприятие чаепитием и вкусным пловом с костра, который приготовили для велосипедистов организаторы при содействии профсоюзной первичной организации Смоленской атомной электростанции. На прошлой неделе в Десногорске проходил традиционный волейбольный турнир «Кубок надежды», посвященный первому полету человека в космос. В соревнованиях принимали участие 10 волейбольных команд. Об итогах турнира мы расскажем в нашем следующем сюжете. Турнир проходил целую неделю. Команды играли по круговой системе. Самым эмоциональным оказался последний день соревнований. Разыгрывались призовые места. Особенно переживали болельщики. «Я пришел поболеть за девочек из второй школы. Пришел сюда со своей девушкой. Игра очень жесткая. Слабины никто не проявляет. Обстановка накаленная». Команды юношей из четвертой и первой школ разыгрывали первое место. Лидировала команда четвертой. «Победа доставила ум и впечатление. Также мы получили определенный опыт, в котором будем работать. И впоследствии будем играть все лучше и лучше». Среди девушек лидирующую позицию заняла команда школы номер два. «Нам эта победа далась не очень-то легко. Мне очень понравилось. Очень впечатляюще». Капитанам команд победителей вручили переходящие кубки турнира. Также в этом году впервые были подсчитаны общекомандные результаты. Кубок за первое место получила команда средней школы номер один, второе место – команда школы номер два и кубок за третье место – команда четвертой школы. А тренеры, которые готовили команды к турниру, были отмечены памятными подарками. 9 мая в день Великой Победы по улицам Десногорска в пятый раз пройдет бессмертный полк. Все, кому дорога память о фронтовиках-победителях, могут принять участие в акции. Заказать транспарант с фото можно в Десногорском Историко-Крывеческом музее. Контактный телефон 336-86. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.